САРОВА ПО САМБО Егор также взял верх над соперником. Я буду добиваться новых успехов. Может, когда-то займу, буду чемпионом мира. А за что тебе самбо нравится? За эти приемы, красивые броски, красивая очень борьба. Тут без травм как-то обходится. Броски тоже интересные. Всего в первенстве по самбо спортивной школы ИКАР приняли участие около 140 воспитанников. Этот традиционный турнир проходит два раза в год. В первый соревновательный день на ковер вышли младшие ребята. Во второй пришла очередь показать свое мастерство старшим. По правилам борьбы самбо, три минуты грязного времени. По классическим правилам борьбы самбо. Как вы знаете, борьба самбо сейчас уже стоит у нас в очереди в олимпийский вид спорта. То есть, возможно, через какое-то время мы увидим наших самбистов на Олимпиаде. Это наш отечественный вид спорта, который разрабатывался еще в начале прошлого века для войск спецподразделений, для милиции и так далее. Дословный перевод – самозащита без оружия. Есть спортивное самбо, есть боевое. Сегодня этот вид борьбы активно развивается в нашей стране. В Сарове возрождать самбо начали в последний год, после того, как к работе тренера на ИКАРе приступил чемпион мира и Европы по смешанным боевым единоборствам ММА Максим Тарасов. До этого в основном уделяли внимание рукопашному бою. Результат постоянных тренировок и частых выездов на соревнования могли оценить зрители городского первенства. Участники старались продемонстрировать все свои полученные навыки. Поединок был, в принципе, довольно-таки сложный. Но противник тоже был такой сильный. Задней подножкой кинул его на 2 балла, потом передняя – 4 балла. И удержание, половине удержания – 10 секунд – 2 балла. Победители и призеры в каждой весовой категории получили дипломы. Кроме того, участники, занявшие первые три места, будут представлять наш город на ближайших областных соревнованиях. Не дотянули. Хоккейный клуб Саров уступил в борьбе за звание чемпиона области. 50 шайб за 16 игр сезона пропустил в свои ворота хоккейный клуб Саров. А за 4 матча финальной серии ворота нашей команды забросили 27 шайб. Оборона в этом сезоне дала слабину, считает главный тренер Сарова. Ошибки привели команду на второе место в турнирной таблице чемпионат области по хоккею в высшей лиге. Эмоции, конечно, не такие, как от третьего места. Они должны быть положительные. Третье место выигрывается, первое выигрывается, а второе проигрывается. Но, тем не менее, мы собрали полную коллекцию. Мы были третьими, мы были первыми, мы были вторыми. В этом сезоне принципиальным соперником нашей команды стал клуб Сеченова. В финальной серии игр сеченовцы изначально взяли лидерство, подряд выиграв две игры. Затем в третьем матче с Саровым в овертайме удалось вырвать одну победу. Счет стал 2-1, но окончательно свое лидерство Сеченова утвердил в выходные на своем льду. Для них эта победа первая в чемпионате области. Хочется поблагодарить нашу команду за ее проявленное терпение в этих финальных матчах, которые нам дались очень тяжело. Саров достойная команда, очень интересная команда. И с ней всегда очень сложно играть, что в течение сезона, что в течение всего, скажем так, финала. В этом сезоне Сарову удалось сохранить костяк команды. Большинство игроков и в прошлом году выступали за нее. Однако его подопечным не хватает мотивации, считает главный тренер Сарова. Глубая Сеченова есть деньги, есть глава, которая помогает. Конечно, они больше хотят, больше мотивированы. У нас тоже есть глава, у нас тоже есть деньги, но не такие деньги, которые могли бы замотивировать так, чтобы люди выходили и ложились там под шайбу, бросались зубами. А Сеченова в 10 человек показывает, что чемпионат выиграли. В свое время там шайбу 10 человек выиграли. То есть, а мы в три пятака едем, думаем, что все будет хорошо. Ну, в этом сезоне вот сложилось все так. Шестой игрок нашей команды – болельщики. Без их горячей поддержки не остается ни один матч. Болельщиков Сарова знают в лицо и в Сеченове, и в Кстове, и во всех городах, где проходили игры Сарова. В решающем матче группа поддержки также не оставила свою команду. В Сараве проходит муниципальный этап всероссийских соревнований по футболу. Турнир «Кожаный мяч» впервые прошел в 1964 году. За победу боролись около 170 тысяч команд и почти 3 миллиона юных футболистов со всего СССР. Первым чемпионом стала команда «Чайка» из Минска. С тех пор турнир стал регулярным и проводится каждый год без исключения. Активное участие в нем принимает и Саров. В этом году за победу борются несколько команд. Заявились участвовать команды школ 13, 16, 17, 11, 12, лицей 3 и клуб с центром внешкольной работы. Самые маленькие – это 12, 13 год, средние – 10, 11 и старший – 8, 9 год. Начался «Кожаный мяч» 2023 в Сарове с матча между командами 13 и 16 школы. Практически сразу синие захватили преимущество и за первый тайм отправили в ворот соперник 7 голов. В ответ 13 школа не получила ни одного мяча. Та же история повторилась и во втором тайме. Просто игроки в команде хорошие, отдают передачи, с которых просто невозможно промахнуться. В 16 школе вот есть хороший нападающий, у которого хороший корпус. Он может обвести там игроков и сможет в принципе забить. Но у нас просто в защите стоит вот игрок, который ходит на футбол, вот Климов Саша. Но он вообще непроходимый защитник. Главная цель «Кожаного мяча» – популяризация спорта среди детей и молодежи. И если в советские времена в футбол играли практически в каждом дворе, и ребята в любую свободную минутку шли с друзьями на улицу, то сегодня гаджеты захватили все внимание детей. Усилия организаторов турнира направлены на то, чтобы вытащить их из онлайна и показать, как можно с пользой и приятно провести время. В спорте развиваются такие качества, как выносливость, сила, быстрота, быстрота реакции. Все это в жизни пригодится. Ну и, конечно, здоровое питание, здоровый образ жизни. Все это способствует в дальнейшем и для учебы, и для работы. Команда-победитель в каждой взрослой группе поедет на областные соревнования. Они пройдут в мае в Арзамасе. В детском саду номер 16 прошла стажировка педагогов «Игровая коллаборация». Лево-право присели в стале. На смену привычным занятиям физкультуры в детском саду приходят новые инновационные методики. Малыши приобщают к спорту через игру. Вместо сухих команд детям предлагают поиграть в прятки или попрыгать через препятствия, чтобы найти приз и помочь сказочному герою. И всегда есть, например, образная игра. Там дети постоянно в образах. То есть они могут в спортивный зал прийти уже в каких-то шапочках. И они там все превращаются в животных или в супергероев. Вот у нас сейчас много человек в пауков. Кто-то богатырем стал, потому что я вот недавно к ним приходил в образе богатыря. И они это все перенимают. И главное решать свои задачи мне в их игре. Никит Казабаранов три года назад пришел на работу в 16-й детский сад. Вместе с коллегами он начал разрабатывать новую технологию и внедрять ее в занятия. Свою разработку педагоги отправили на конкурс «Школа Росатомы» и вышли в финал, который прошел в Снежинске. Из 20 финалистов выбрали 8 победителей. В их числе оказался Никит Казабаранов. По условиям конкурса, как победитель, он получил право провести стажировку для своих коллег. И в апреле перенять новую технологию в детский сад «Кораблик» приехали инструкторы по физической культуре из 10 городов присутствия госкорпорации. Это сегодня уже у нас третий день. Первый и второй день мы погружали в технологию стажеров, все им объясняли, рассказывали, помогали, как-то сами решали какие-то моменты непонятные о нем. Много делали задания о них, знакомились с детьми, учились, как это входить в детскую игру и решать свои задачи в этой игре. А сегодня они уже сами, как бы можно сказать, побывают в моей шкуре и проведут образовательные события сами. Никитка Забаранов стал первым победителем конкурса инструктором. И, соответственно, подобного рода стажировки для его коллег, которые ведут занятия физкультурой в детских садах, тоже проходят впервые. Помогали педагогам воспитанники детского сада, носители новых технологий. Также стажеры активно взаимодействовали между собой, готовя общие занятия. Оценивал ход стажировки эксперт проекта школы «Русатома». В чем сложность? Мы привыкли, что инструктор – это тот человек, который работает в зале. У него есть свои узкие задачи. Они очень важные, но это задачи, которые касаются физического воспитания. А наша задача – нести идею, что развитие ребенка осуществляется в игровой деятельности. И вот сегодня мы соединяем игровые подходы с деятельностью узкого специалиста, как называют специалистов детского сада, инструктора по физической культуре. Участники стажировки будут внедрять технологию в своих детских садах. Возможно, в дальнейшем они, используя полученные в Сарове знания, доработают идеи или представят свои разработки на конкурсе проекта школы «Русатома». Продолжение следует...